Всем привет! Продолжаем гулять по выставочному пространству Эрарта. Находится на Васильевском острове. Прекрасная работа Вячеслава Михайлова. Ну, во всяком случае, эти работы мне нравятся. Родился он на Ставрополе в 1945 году, но уже человек в возрасте, конечно. Не удалось ему сначала поступить в художественную школу Ростов-на-Дону, сказали, что у него нет никакого дарования. Это, конечно, за дело прозвучало оскорбительное. Но Вячеслав Михайлов отслужил в армии и дерзнул поступить в Ленинградский институт живописи, скульптуры, архитектуры имени Вепина. И самое интересное, естественно, хорошо закончил, успешно. Затем закончил аспирантуру в мастерской профессора Евсея Моисеенко. Вот такие интересные работы, рельефные, красочные наслоения. Действительно, это необычно, интересно и здорово. Просто хотел бы показать вам, что я здесь увидел. Посмотрите, пожалуйста. Ну и надо сказать, что, конечно, сегодня Вячеслав Михайлов – это один из самых известных петербургских художников. И, как написано в анонсе, автору посчастливилось найти свой выразительный язык, делающий работы знаваемыми и вызывающими неподдельный интерес. Художник признается, что для него важна память, ощущение включенности в мир, где есть не только сегодняшний день, но и прошлое. Его тяжелый и залитый левкасом. А кто не знает, левкас – это название грунта, которое представляет собой мел, размешанный на животном или рыбьем клею с добавлением вененового масла. Видимо, он добавляет еще какую-то краску сюда. Холсты действительно хранят память о прошлом, заставляя людей думать и чувствовать. Перечислены огромное количество выставок, где присутствуют Германия, Америка, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Гамбург, Болония, Италия, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Действительно, здесь можно перечислять, наверное, не хватит и времени. Посмотрите, пожалуйста, составьте какое-то определенное мнение для того, чтобы это ощутить. Надо, конечно, сходить на Берарту и посмотреть. Ну, все, всем пока, всем привет, до свидания. Это работы Вячеслава Михайлова. Пока-пока, до свидания.